Корреспонденты Вести Чита по-прежнему связят за судьбой 5-летней Алены Малыгиной. Уже 4 года девочка страдает редкой формой эпилепсии. За операцию готовы взяться немецкие врачи, но это обойдется в огромную сумму денег, неподъемную для семьи. О том, как помочь Алене выздороветь и жить полноценной жизнью, репортаж Вероники Чеботаревой. В начале сентября Алена с мамой вернулись из немецкой клиники нейропедиатрии. Только там малышки дают шансы на выздоровление. Все предоперационные анализы сданы, пройдены обследования. В любой момент Алену Малыгину готовы принять и оказать хирургическую помощь. Решение вопросов в полутора миллионах рублей, которых у семьи просто нет. Общими усилиями, в том числе благодаря и выходу в эфир сюжета, пока удалось собрать лишь десятую часть от необходимой суммы. Проходят дни, болезнь девочки прогрессирует. С каждым днем вот эти приступы, ее состояние ухудшают. И чем скорее мы сделаем операцию, тем станет легче. Правая полушария не будет травмировать левая. И как бы она пойдет на поправку. В идеале семье нужно успеть приехать в Германию до католического Рождества 25 декабря, чтобы операцию сделали сразу, не откладывая на послепраздничные дни. Но дело не только в этом. Из-за постоянного приема серьезных препаратов, на которые, кстати, уходят почти все средства Малыгиных, у Алены рецидивируют бронхиты и пневмония. Иммунная система изношена. Принять участие в сборах средств для Алены может каждый. Родители благодарны за любую финансовую поддержку. Вероника Чеботарева, Олег Сукач, Вести, Чита. Желающие откликнуться и оказать помощь в сборе нужной суммы на операцию Алены Малыгиной могут обращаться по телефону, указанному на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова